Хакимовы, Клещевы. Ну это моя звездочка. Это звездочка моя, да? Двух своих коров фермер Рамиль продал жителям Челябинска. Себе оставил любимую звездочку. Живот они по договору аренду, у него в хозяйстве, а часть надоев Рамиль отвозит хозяевам в город. Из расчета мы берем 3 литра в день их. Вот, например, в неделю они берут 2 раза по 3 литра. Но остальные дни, вот, 3 литра по стоимости 50 рублей, литр по договору, вот 150 рублей у них откладывается на счет. Вот, и на эту сумму они могут взять куриное яйцо, переработку, сметану, творог из молока. Рамиль участвует в проекте поддержки фермеров, который называется «Корова на балконе». Ассоциация получилась. То есть, если горожанин покупает корову, то куда он ее может поставить? Естественно, только у нас на балконе, да? Юрий Дорошенко консультировал уникальный для России проект «Научно». Идея пришла одному из челябинских фермеров, когда банк отказал ему в кредите на скот, что в кризис в России с хозяйствами случается часто. Банки не хотят связываться с высокими рисками. В итоге пришла идея, что почему бы не предложить городским жителям приобрести корову и передать ее в аренду. Договор аренды на корову заключают на пять лет. Цена молока фиксируется на время аренды. Три четверти надоев остаются фермеру, три литра в день – хозяину. В договоре у нас прописано, что мы страхуем эту корову раз. А во-вторых, по условиям договора, каждый год корова приносит теленка. И этот теленок является уже собственностью фермера. Средняя стоимость коровы – 70 тысяч рублей. Фермеры посчитали, примерно столько одна семья тратит на молочные продукты в год. А корову инвестиция на пять лет. Выходит, что, минуя банки и перекупщиков, выигрывают все участники сделки. Потребители получают экологически чистые, недорогое молоко и продукты, а фермер – устойчивый рынок сбыта. Я уже со своим молоком, яйцом, мясом, я уже не бегаю ни по рынкам, ни по потребителям таким, кто перекупы. Я уже напрямую увожу потребителям, которые уже, если раз попробовали, даже мое мясо, яйцо, они уже знают качество. Где-то у меня может трехлитровку выдуть сразу. Молоко вкусное, хорошее. На прибыли проекта Рамиль собирается расширить хозяйство, завести гусей. Коров он теперь подкармливает фруктами, дешево закупает на овощебазах списанный товар. А за качество куриного мяса у него отвечает Петрович. Петрович, это петух, породы, брама. Ну повернись, повернись, Петрович. Ну повернись. Вот ты засранец, а. Сейчас в проекте работают четыре фермерских хозяйства. В них живут 15 коров на балконе. По флагманскому хозяйству авторы идеи – 22. Сейчас Александр планирует договориться о сотрудничестве с заводом по переработке молока, чтобы расширить перечень продуктов, которые горожане смогут получить от своей коровы на балконе. Екатерина Пономарева. До настоящего времени.